Да, все отлично. Все, мы можем начинать. Замечательно. Да. Песня оригинала. Добрый вечер всем. Я надеюсь, что у нас сегодня интересная тема. Мы постараемся закончить ту тему, которую мы взяли в книге Малахимбет, второй книге царств, связанную с пророком Ишаягу. Так нам было легче разобраться с той ситуацией центральной, с чудом, которая происходит возле Рушалаима, когда войска Санхирива умирают, погибают где-то в районе 560 года до этой эры. И в связи с этим связано много пророчеств Ишаягу. которую нам легче было разобрать в книге царств. Я очень переживаю, может быть, я затянул и так далее. Да, обычно все как-то получается гораздо короче, рассказывают все гораздо короче. Но здесь столько деталей, без которых невозможно понять ситуацию и без которых невозможно сделать правильные выводы, что все-таки мы еще, может быть, последнее занятие посвятим этой теме. Исходная идея была связать, мы начали со дня Иерушалаима, исходная идея была связать ту обстановку, которая была во времена Хискиягу, во время чуда и после чуда, с той обстановкой, которая была в Израиле во время шестидневной войны и после нее. Все. Я сейчас постараюсь поднять текст, и мы с вами коротко посмотрим то, что, возможно, мы уже смотрели. И пойдем дальше. Посмотрим этот текст, который нам нужен. Этот текст, который нам нужен. И вот мы с вами читаем после того, как уже было нам рассказано о чуде, о чуде, о том, что войска Санхирива умерли под Иерушалаимом, 180 тысяч, когда прошел ангел по стану Ашура. Нам говорится, что в те дни заболел Хискиягу и был близок к смерти, и пришел к нему пророк Ешаягу. Пророк возвращается, тот, кто записал книгу Малахима, это пророк Еремиягу, он возвращается к тому, что произошло до чуда, до самого момента чуда, и имеет отношение непосредственно к самому Ишаягу, к его, так сказать, миру восприятию, к его восприятию чуда. И говорится, в те дни заболел Хискиягу и был близок к смерти, и пришел к нему пророк Ешаягу, сын Амоции, и сказал ему так, сказал Бог, завещай, что делать дома твоему, и вот ты уже умер и не будешь жить. Что произошло, почему вдруг такое суровое пророчество, и говорят, что Хискиягу не только лишился этого мира, но и лишился будущего мира, потому что повторяется дважды, завещай, что делать дома твоему, ибо ты уже умер в этом мире, не будешь жить в будущем мире. И почему именно в этом мире можно представить себе? Хискиягу поставлен перед суровым воспитанием. Он должен понять, что то чудо, которое должно произойти, оно, в общем-то, не зависит от него, не зависит от того, будет он жив или не будет он жив, человечный сделает чудо. И с Хискиягу это должен усвоить очень четко. Хискиягу человек праведный, и у него есть множество заслуг, и он начинает думать, что все зависит от него. В каком-то смысле это справедливо, потому что если бы не он, никто бы не мог удержать Ярушалаем. Как мы с вами говорили, есть его придворный Шовна, который хочет сдать Ярушалаем Санхириву, не видит возможности удержать город. И больше половины населения идет за ним. Ярушалаем расколот пополам половина сюда и половина туда. И Шовна собирается выйти к Санхириву. И действительно, когда Равшаке, о котором мы с вами говорили, приближается к городу с какими-то силами, с какими-то восстаниями, войсками Шовна пытается выйти из Ярушалаем и увезти за собой людей. Но как-то в последний момент просыпается в людях такое патриотическое начало, уверенность в себе. И за Шовну никто не идет, хотя многие были готовы сдать Ярушалаем. Судьба Шовна была очень печальна. Воины Санхирива привязали его к лошадям. Когда они увидели, что за ним никто не пошел, они решили, что он посмеялся над ними, привязали его к лошадям и протащили по полю. В скобках говоря, могила Шовна была найдена в Гей-бен-Ином, в долине Геном, с надписью, что это могила Шовна. Но то, что нас интересует здесь, что Хискиягу справедливо, совершенно представляем, что его заслуги в том, что Ярушалаем стоит, и если произойдет чудо, то оно произойдет в его заслугу. Он вытащил весь народ, он объединил два царства, он привлек народ в служение ко Всевышнему в храме, заключил заново союз, как вы помните, приведя в храм не только Иуду, но и десять колем. И тут Всевышний ему хочет показать, что то, что происходит, это выше его заслуга. Это некоторый мировой процесс, огромный. И да, безусловно, может быть, это все было невозможно без Хискиягу, но он должен понять, что то, что происходит, это не связано с ним конкретно. И вот он заболевает, он думает, что он не удостоится этого чуда. В голове у него бродят самые разные мысли. И тут приходит к нему пророк и говорит, что ты умрешь. И более того, жизнь твоя не продлится в будущем мире. И в трактации на единство спрашивается, почему такой суровый приговор. И ответ, что Хискиягу, ему было пророчество или видение, или во сне он четко представил, что это от Всевышнего, что у него родится сын, который будет злодеем. Но он решил не жениться, не приближаться к женщинам, только чтобы не было ребенка злодея. Пришел Ижаяху и сказал ему, зачем ты вмешиваешься в планы Всевышнего, твое дело маленькое, ты не занимался важнейшей заповедью платиться и размножаться, и вот теперь ты умрешь, и у тебя даже не будет удела в будущем мире. И когда Хискиягу услышал такое, он проявил величайшую веру. Он сказал Ижаяху, заканчивай свое пророчество и выходи. А сам повернулся к стене и начал молиться для того, чтобы не видеть Ижаяху, не хотел его видеть. И он повернулся к той стене, которая отделяла дом царя от храма, то есть он повернулся в сторону храма и начал молиться к Всевышнему. А Медраж говорит, что он сказал Ижаяху, что я получил известие, получил, скажем, как это сказать, по традиции дома своего отца, дома Давида мне известно, что если даже приставлен меч твоему горлу, не прекращай молить небеса о милости. И тогда Ижаяху, который уже вышел от царя, Ижаяху стал, а Хискиягу стал молиться, тогда Ижаяху было сказано, вот еще не успел он выйти из внутреннего города, где-то близкого к дворцу царя, как было к нему слово Бога, чтобы сказать, прибавлю я огням твоим 15 лет, так нужно было передать царю Хискиягу, что ему будет добавлено 15 лет жизни, и спасу тебя, и город этот от руки царя Ашура, и буду я защищать город этот ради себя и ради Давида, раба моего. Интересно, что не ради Хискиягу, хотя о нем говорится, что его праведность в чем-то и превосходила праведность Давида. Есть какая-то определенная проблема, которая высвечивается, уже нарастает, как нарыв, скажем, который прорвется в будущем. Хискиягу поставлен в совершенно невероятные условия, он действительно действует один и действует с первого дня своего правления на объединение народа и на его духовное возвышение. Но, тем не менее, что-то здесь происходит, и что происходит, мы с вами поговорим дальше, происходит сразу после чуда. Я напоминаю, что мы говорим здесь за несколько дней до чуда, можно сказать, за три дня до чуда, которое произошло в Иерушилаяме, и, несмотря на то, что эта глава, в которой мы находимся, двадцатая, она уже после рассказа о чуде. Прежде всего, нужно представить себе, что же это за предсказание такое, что у человека родится злодей. Как-то можно представить себе, что это идет свыше, что это не ошибка Хискиягу, у людей бывают и пророческие сны, у людей бывают даже не у пророков, бывает какое-то пророчество, что-то приходит свыше, когда не просто мысль, которая промелькнула, человек точно ощущает, что это свыше, почему же это так. Во-первых, как можно, как небеса могут сказать такую вещь, передать царю, что обязательно родится злодей. Есть здесь самые разные соображения у комментаторов современных, особенно, что вот Всевышний приводит в мир зло, потому что и у зла тоже есть место, у него есть свои какие-то цели. Это все просто неприемлемо. Неприемлемо человек, который рождается, у него есть свобода выбора. И если есть такое предсказание, оно не исключает, оно звучит только как предупреждение. Смотри, ситуация очень сложная, смотри, ситуация очень сложная, и твой сын может встать на путь злодейства. Почему? Вот мы можем представить себе, как бы, если так можно сказать, заглянув в планы Всевышнего, о чем идет речь? Речь идет о том, что если Хискиягу не справится полностью с ситуацией, если он не, так сказать, не сможет привести новое время, когда Иуда и весь Израиль будут независимы от других народов, когда начнется, в принципе, то новое время, о котором мы неоднократно говорили, которое предсказывает Хискиягу, что народы обратятся к храму и горе, к храму придут за поучениями в Иерушалаим, и в Иерушалаима выйдет Тора, и кеменсион тыцет Тора, и в Исиона выйдет Тора, и Слово Бога из Иерушалаима, придут научиться Торе, чтобы исправить свою жизнь, и дурное начало начнет уходить из природы человека, весь мир преобразуется. Если Хискиягу не сможет преодолеть эту планку, мы знаем, что когда что-то не сделано, когда что-то не удалось, то не возвращаются на прежний уровень. Обычно бывает падение. И вот если Хискиягу не сможет добиться полной свободы Иуды и всего Израиля, не сможет восстановить Единое Царство и сделать его мощным, сделать его центром для всех народов, если он останется под властью Ашура, того Ашура, который уже, как бы мы знаем уже, мы еще как бы вернулись к тому моменту, который до чуда, но мы знаем, что уже произошло чудо, к тому моменту, что если он не сможет освободиться от власти Ашура, если Ашура останется давлеть над Иудой, и после чудо, величайшего чуда Всевышнего, а многое очень зависит от самого Хискиягу, как дальше пойдет. Да, чудо не зависит от него. Вот, и он это должен был понять. Но дальнейшее очень и очень зависит от, очень и очень зависит от него. И это предсказание как предупреждение. Смотри, твоему сыну будет очень трудно, он не выдержит, он покорится Ашуру, и это само по себе уже приведет к злодейству. Как он выстоит? Он должен будет, если ты не пойдешь до конца, не исправишь все до конца, то твой сын должен будет покориться Ашуру. А что такое покориться Ашуру? Ашур насаждал посуду свою культуру, Ашур придет, Ашур либо закроет храм, либо ведет там свои порядки и так далее, и будет насаждать свои культы, и царь не сможет этому противостоять. И получится так или иначе, получится, что он встанет на путь злодейства. Это суть этого предсказания. Хискиягу уже его понимает, Хискиягу его понимает по-своему, он его понимает не как предупреждение, а как некоторое абсолютное пророчество и устраняется от женщин. И когда Ишайягу возвращается к нему, он говорит с известием, что его молитва принята, Хискиягу говорит Ишайягу, дай мне в жены твою дочь, может быть, твои мои заслуги, они помогут преодолеть это предсказание. Действительно, Ишайягу дает ему в жены его свою дочь, однако это не помогает. Как мы знаем, рождается Минаше. И тем не менее, Хискиягу уже не воспринимает его как ребенка, который должен быть злодеем. Он учит его Торе, он пытается сделать все возможное, чтобы у него была духовная крепость, духовная сила, он мог выстоять в испытании, но то, что происходит дальше, оказывается выше возможностей Минаше, и он покоряется Ашуру. Посмотрим, он теперь, скажем, да, это сама по себе Агада, мне кажется, очень важный, и ее много раз говорят, много раз упоминают, и мне кажется, что очень важно преодолеть это заблуждение, будто Всевышний приводит специально зло в мир, на заблуждение посылка, которое противоречит основным принципам Торы, что у каждого человека есть свобода выбора. Другое дело, что ситуация может быть очень сложной, сделать правильный выбор может быть очень сложно, но свобода выбора всегда остается у человека, иначе он не человек. И вот мы понимаем сейчас ситуацию перед чудом, Хискияу заболел, приходит пророк, говорит ему о, оставь завещание, и здесь есть очень еще интересный момент, и мы можем представить себе, что на Ухискияу нет наследника, он сейчас умрет, по крайней мере, так, как представляет себе Ишаяху, получив пророчество, он сейчас умрет Хискияу, а у него нету сына, у него нету наследника, что будет? Завещай, что делать дому твоему, то есть завещай, кто будет твоим наследником, а кто может быть наследником Хискиягу? Ишаяху сам из царского рода, у него родился сын, мы помним, которого зовут Иммануэль, и человека, которым есть предсказание, что он будет величайшим праведником, и в словах Ишаяху слышится, послушайте, а нет выбора, скажи, что Эммануэль будет, мой сын будет унаследовать престол, так скажи. Но этот разговор уходит куда-то в глубину, он не поднимается на поверхность, а Хискиягу благодаря своей молитве, благодаря своей крепкой вере, которая оказывается крепче, чем вера пророка, он удостаивается прощения небес. И вот Ишаяху вернулся к нему и сказал, что он будет жить, и что Всевышний говорит, я прибавлю к твоим годам 15 лет. До этого времени Хискиягу правил 14 лет. После произошедшего чуда, после вот этого известия, пророчества, которое он получил, он правил еще 15 лет. Теперь мы можем с вами представить себе печать Хискиягу, которая была найдена в раскопках возле Иерушалайма. И мы видим на этой печати, я, к сожалению, не нашел картинку, было найдено две печати, и она приводится в книге профессора Демского. Я как-то не нашел эту книгу у себя дома в связи с ремонтом, но есть еще одна печать. На одной печати точно такие же крылья, как мы с вами здесь видим, на царя Хискиягу. И там что-то похожее на жука с корабея, что свидетельствует о союзе Хискиягу с Египтом, о взаимной поддержке. А здесь мы с вами видим не жука с корабея в центре, а мы видим с вами в центре солнца. И мы можем представить себе как бы величайшее чудо. Археологическая находка подтверждает то, что написано у нас в пророках. Произошло чудо, которое мы с вами сейчас будем читать, и мы уже говорили с вами о нем. Солнце остановилось, и стояло 10 часов. Это было видно во всем мире. И вот годы царя Хискиягу были продлены. Если посмотреть внимательно, то на крыльях, которые с одной стороны и с другой стороны, здесь мы с вами сможем читать 14 полосок, а здесь мы можем читать 15 полосок, как годы правления, и как годы правления царя Хискиягу, до чуда и после чуда, и в центре солнца, солнце, которое остановилось. И это как бы прекрасное такое подтверждение археологии тех текстов, которые у нас есть во всех их деталях. А мы пока пробираемся дальше. Значит, болезнь Хискиягу, его нежелание жениться, предсказание о том, что он умрет, спасение благодаря его молитве, его женитьба на дочери Ишаягу. И вот мы продолжаем дальше. Естественно, что женитьба – это несколько потом. Сейчас происходит соглашение между ними, и сказал Ишаягу, возьмите спрессованные вместе плоды инжира, берут инжир, кладут на рану Хискиягу, видимо, у него был нарыв, это все можно обсудить, но мне не хочется добавлять деталей, чтобы просто не утонуть в них. И сказал Хискиягу, обращаясь к Ишаягу, какое знамение еще нужно, и Бог исцелит меня, и взойду я на третий день в дом Бога. через два дня праздник Песох, и для Хискиягу безумно важно вместе со всем народом подняться в храм и принести пасхальную жертву. И вот Ишаягу ему обещал, что он выздоровеет, уже он выздоравливает, и что он сможет войти в храм. Ишаягу предлагает, то есть мы здесь это не видим прямо из предложения, но комментарий говорит, что Ишаягу ему предлагает просить знак, Хискиягу не хочет просить никакого знака, а Ишаягу настаивает на этом, и тот знак, который до будет дан, опять же, Хискиягу его воспринимает как такое личное знамение, свидетельствующее его выздоровлении. На самом деле это то, что происходит, имеет мировое значение и гораздо больше, чем сама личность Хискиягу. Ишаягу настаивает на том, что был дан знак, и солнце останавливается на 10 часов, и это видно во всем мире, и таким образом во всем мире понимают, что произошло величайшее чудо, которое имеет мировое значение. Не просто воины Санхирива умерли от какого-то заболевания, а что-то произошло величайшее и великое, и большинство народов поклоняются солнцу и признают его божеством, которое устанавливает порядок, и никто этот порядок не может изменить, и вдруг Всевышний показывает, что есть сила, единый Бог, который властвует и солнцем, и в его силах изменить и мировой порядок, который диктует солнце. И вот происходит это чудо. И возвал Ишаягу пророк к Богу и возвратил он назад тень со ступеней делений, по которым она, тень, спустилась по ступеням из-за Ахаза на десять ступеней. И оказывается, что во время Ахаза, когда Ахаз умер, Всевышний сократил день, чтобы не могли произнести, не успели произнести травмные речи в день похорон злодея. То, что происходит дальше, Ишиягу выздоравливает, и он приходит принести пасхальную жертву. После того, как он принес пасхальную жертву, он поднимается в храм, и, как говорится в Девреи Эмим в книге «Хроник», он приходит после пасхальной жертвы, после еды пасхальной жертвы, он поднимается в храм вместе с Ишаягу, молится, и в ответ на его молитву происходит чудо. Войска Санхирива умирают. В трактате «Псахин» говорится, что тот галель, те псалмы, которые мы произносим в праздничный день, впервые произнес Хискиягу и его последователи, то есть этот галель составил Хискиягу и произнес их в Песах, еще до того, как он узнал, что войска Санхирива умерли, принеся жертву, «Перенеся жертву, сыновья Израиля хвалят, был дарят Всевышнего, надеясь за спасение». И когда жители Ирушалаема встали утром, чтобы сказать, как это положено по закону Торы, слова «Слушай, Израиль, Бог всесильный наш», Бог один, увидели своих врагов за городом, и вот они, трупы мертвые, так говорится в Медраш-Мод-Раба. Вот мы теперь с вами представляем ход событий. Хискиягу заболел, он выздоравливает, приходит принести пасхальную жертву, до этого момента уже происходит чудо с солнцем, приходит принести пасхальную жертву, приносит пасхальную жертву, поднимается в храм молиться, и наутро все видят войска Санхирива погибшими. И дальше рассказывается в Деврею о том результате, которое имело это чудо. «Испахс Бог Ехискиягу и жители Ирушалаема от руки Санхирива, царя Ашура и от руки всех врагов, и оберегал их, защищая со всех сторон. И многие приносили дары Богу и Ирушалаем и драгоценные вещи Хискиягу, царю Иуды, и возвеличился он в глазах всех народов после этого». Многие освободились от власти Ашура, многие увидели в Хискиягу нового правителя, который не будет править как империи, которые царь властвовали для этого. Фактически Ашура является первой мировой такой империей, которая покоряет много стран и властвует над ними. Но вот видят в Хискиягу такого правителя, который может властвовать духом своим, распространяя добро и тем самым привлекая всех под свою власть, а не методами насилия. И вот освободившиеся народы приходят, приносят дары. И что? Хискиягу не понимает то, что произошло. Так же, как мы с вами. И одно дело удостоится чуда, а другое дело воспользоваться его плодами. Так сказать, глубина чуда. Результаты чуда. Они зависят от того, как люди воспринимают это чудо. И вот Хискиягу как бы доволен спасением, рад спасением. Естественно, он ошеломлен всем произошедшим, но он не видит в этом мировое событие, так же, как мы с вами не увидели мировое событие, преобразившее мир в шестидневную войну. И здесь очень трудно упрекать человека. Вот это глобальное видение, видение перспективы, тех изменений, которые должны произойти в мире, а главное своей задачи, что ты должен сделать, оно безумно трудно. Мы помним с вами, что когда сыновья Израиля перешли через море, то наступил опасный момент. Воды моря раступились, и для них раступились не только воды, раступились небеса. И вот они перешли и начали собирать драгоценные камни, которые море выбросило на берег, на берег сорвав с колесниц египтян. Так ли это буквально, не так ли это, неважно, но мысли их не были о чуде, о произошедшем. Они чуть было не погубили чудо, потому что чудо – это не только то, что произошло, а чудо – это и восприятие человека. И вот если бы чудо свелось к камушкам, которые выбросило море на берег, было бы очень и очень печально. И только Мирьям, которая запела песнь, она смогла поднять всех на пророческий уровень, и люди увидели и прошлое, и то, что произошло, и увидели свои задачи, потому что в песне «На море» говорится о иозаивании земли Израиля, куда они направляются, и о построении храма, и о том, что Бог распространил свое присутствие на всю землю, а во всем этом поется в песне Мирьям. Увидели то, что произошло, и увидели свои задачи. И здесь Кискиягу видит то, что произошло, но он не видит свои задачи. Почему? Во-первых, это просто очень трудно. Во-вторых, устал. И устал бороться со всеми. И многие не пошли, как мы знаем, с ним. И Северное царство разгромлено. И 46 городов захвачены Санхириевом и уничтожены. И многие люди уведены в плен. И вот, глядя на все это, Кискиягу не понимает, что настал момент, когда можно преобразовать мир. И здесь зависит, очень-очень многое зависит от него. Чудо не произошло для него. Чудо было бы и без него. Но вот этот момент после чуда очень многое зависит, очень многое зависит и от него. И приходят народы. И приносят ему дары. И что? Он обращается к ним? Он что-то говорит? Он раскрывает имя Всевышнего для всех народов? Нет. Нет. Он просто находится в такой эйфории, эйфории спасения, не понимая свои задачи. И было у Ихискияу богатства очень много. И слава его была велика. И хранилище он сделал себе для серебра и золота и так далее, понимаете. И вот, говорится, и камней драгоценных, и для благословения, и для щитов, и для всяких драгоценных сосудов. То есть, рассказ такой, как будто вот после перехода через море подбирают камушки, выгребают их из песка. Это восприятие Ихискияу. Приносят дары очень хорошо. Это укрепляет страну. Это предотвратит голод, который должен быть после такого нашествия Санхирива. И так далее, и так далее. Кладовые для слава, хлеба и вина, оливкового масла. И стойло. Где во всей этой истории Всевышний? Где хвала Всевышнему? Он произнес Алель. Вера его была огромной. Для того, как произошло чудо, он уже надеялся на это чудо и хвала Всевышнего до чуда, после чуда. И как-то все замерло. И мы понимаем, по какой причине. Очень трудно представить те задачи, которые стоят перед тобой. Очень трудно представить, что можно сделать какой-то принципиальный шаг, когда ты находишься в разрушенной стране. И один Иерушалаем, как говорит Ишаяху, как старушка на бахче или как старожевая башня в винограднике. А это бахча и виноградник, это вся страна, это все разворено. И вот в Деврея Мим по этому поводу говорится так. «Но не в соответствии с оказанной ему милостью воздал Ехискияву и хвалу Богу, ибо возгордилось сердце его». Очень такая суровая печать Эзра, которую записывал Деврея Мим. И очень коротко, потому что, ну, что значит возгордилось сердце его? В каком плане возгордилось сердце его? Человек такой праведности, да, огромный, да, но мы можем понять, что это не, как бы, можно воспринимать это не как такое обвинение, как бы, вот просто возгордилось и все, возгордилось в том плане, что он увидел свое спасение и не увидел перспективу, да, увидел произошедшее чудо с солнцем, что оно было сделано для него, для того, чтобы оповестить о его выздоровлении все народы, и не представил себе, что оно было сделано для того, чтобы оповестить все народы о начале нового времени, когда, как бы, есть, так можно сказать, не солнце диктует свой порядок, а всевышний диктует свой порядок. Этого Хискиягу не понял, и вот это Эзра так вот припечатал, можно сказать, одним словом возгордилось сердце его. Я бы тоже хотел обратить ваше внимание на это, то, что возгордилось сердце его, сказано о нерских людях, но каждый раз это что-то другое, и когда речь идет о таком великом праведнике, нельзя понимать это, как, что человек проснулся утром, и он решил, что он самый великий в этом, самый великий в этом мире, или даже больше Всевышнего, и так далее, речь не совершенно не идет об этом. И дальше Миндраш рассказывает нам очень-очень важные моменты. Пришел Ишаяу Хискиягу, Ишаяу как пророк, он понимал, что происходит, он предсказывал до этого чуда, те изменения, которые должны произойти в мире, о которых мы говорили, что все народы должны прийти к Ишелаему, и даже дурное, и прекратить войны, и научиться жить по законам Всевышнего, и дурное начало также должно уйти из природы людей, по крайней мере, в значительной степени. Он все это предсказывал, и вот теперь он приходит к Ишаяуу, его сподвижникам, и говорит, пойте песнь Богу до чуда, сказали Иолель с полной верой, а теперь результаты чуда, пойте песни Богу, сказали ему, зачем, то есть мы видим принципиальное непонимание, то, что чудо это не все, оно открыло колоссальные возможности, но нельзя остановиться и сказать, ну, мы ничего не будем делать, спаслись, и слава Богу, ответил им пророк, ибо великое совершил он, Бог совершил великое, пойте песни, ответили ему знают об этом на всей земле, вот, какое наше участие в этом Всевышний сделал великое и об этом чуде знают на всей земле, что мы можем сделать, как, что, рассказывать о Всевышнем, о его свойствах, привлекать людей к служению Всевышнему, говорить им о том, что нужно отбросить идового поклонства и взять на вооружение законы Торы, это то, что нужно сделать, да, они говорят, ставят об этом на всей земле, вот, Хиски, а Хиски, так отвечает Ишаяу, Тора, которой я занимаюсь, меняет песнь, зачем говорить песнь, на всей земле видели, что остановилось солнце посреди него свода и видели все чечеса его и мощь его до самых пределов земли, так говорится в Широ-Ширим-Раба, Медраж, который, естественно, принят во всем народе, Медраж древний, то есть записан давно, так-то он 2000 лет назад, а так-то, конечно, эта информация передается от учеников Хишаяу, и мы здесь видим такую пассивность после чуда, уверенность в том, что Всевышний сам все сделал, и от него ничего не требуется, и, как мы говорили, за этим скрывается очень много и его представление, что чудо было в его заслугу, вот оно уже произошло, и то, что страна разрушена, и очень трудно представить себе сейчас какие-то положительные ходы после такого разрушения, может быть, здесь есть в глубине души какая-то внутренняя претензия ко Всевышнему, иными словами, зачем расслаблять Всевышнего, и так все хорошо известно, нечего уговаривать, кто хочет, захочет, сам придет. Вишаяху, Медраши продолжает и говорит, что сама земля сказала, если праведник не хочет говорить песен, праведник, Медраши называет праведником Хисаяху, если праведник не хочет говорить песен, я скажу песен, Вишаяху говорится, слышали мы песнь с четырех пределов земли, что это за песнь, народы сами начинают просыпаться, начинают хвалить Всевышнего, и вот нужно было бы воспользоваться этим моментом, но то, что сама земля поет, этого недостаточно, что еще что ничего какой момент, что например есть такой комментарий отца в Риме, он говорит, что Хисаяху нужно было призвать десять колен вернуться, здесь измут десять колен вернуться, он это не сделал, то есть опять он не увидел этого момента его обязанности создать цельное царство Израиля, так же, как говорим наш Ламо и идти двигаться дальше, прославляя имя Всевышнего, распространяя знания о его единстве среди всех народов, он этого не сделал. Одна из причин, как мы можем себе представить, это то, что Хисаяху во всей своей деятельности наталкивался на сопротивление как минимум половины народа, и это в Юде, а сейчас он должен будет заниматься еще десятью коленами, и он не чувствует своей силы в том, чтобы объединить вот так вот народ. То есть самые разные, скажем, могут быть здесь причины, мы примерно их представляем, но как бы вот в Юде Шаяху говорится, что сама Земля готова петь песни, и начинает петь песни, но этого недостаточно, этого недостаточно, и не происходит того великого изменения в мире, которое должно было бы произойти. И дальше, может быть, мы с вами уже не успеем сегодня, я хотел сегодня завершить эту тему, но придется, видимо, еще нам один раз посмотреть сюда в этот текст, говорится, в то время Берудах Баладан, сын Баладана, царь Бабеля, послал письма и дар Хискиягу, ибо он слышал, что Хискиягу был болен и выздоровел. И, естественно, он знает о чуде солнца. Все приходили к Хискиягу, все ему приносили дары. Что же тут особенного, что царь Бабеля, царь Бабеля, Берудах Баладан присылает письмо Хискиягу, он присылает письмо совершенно по-другому. Все народы приносят дары, они благодарят Хискиягу, они видят Хискиягу свою опору на будущее, то, что не происходит, к сожалению, а Берудах приходит, чтобы быть союзником Хискиягу, быть союзником Хискиягу, потому что Бабель, он вечный соперник Ашура, и он хочет победить Ашур, и вот теперь приходит Бабеля с очень такими, так сказать, сложными намерениями, они хотят понять силу Хискиягу, их представление, Хискиягу это колдун, который умеет управлять силами природы и даже Солнца, надо понять его силу, надо заключить с него союз, чтобы в дальнейшем покорить Ашур и держать подчинение самого Хискиягу, это мысли, с которыми приходят послы из Бабеля, и мы с Божьей помощью с вами продолжим и закроем эту тему, я очень с вами хотел поговорить о книге Рут, подчеркнуть там самые неожиданные моменты, вот, а сейчас я, ну, пожалуйста, у нас, может быть, есть несколько минут на вопросы, если кто-то хочет задать вопрос, то, пожалуйста, я могу пытаться ответить. Равзеев, добрый вечер, добрый вечер, рада видеть, слышать, присутствовать, я хотела вот спросить о чем, то, что мы читаем телелим в любой жизненной ситуации, это тоже как урок, который мы выучили из пророков, да, о том, как нам себя вести, то есть всегда прославлять Всевышнего в любой ситуации, и это всегда привлекает его особое расположение, да? Я думаю, что в данном случае речь идет о Таилим, как Алель, те псалмы, которые читаются в праздник, в воспоминании о чуде, в данном случае Кискиягу и его люди готовы прославлять Всевышнего за то чудо, которое еще не произошло, у них есть полная вера, что это чудо произойдет, да, и это как бы такой особый случай, в принципе книга псалмов Давида это не только прославление Всевышнего, как вы знаете, это и молитвы, и жалобы, и сомнения Давида, да, то есть она как-то предполагает несколько больше, она на все случаи жизни, в том числе там есть псалмы, которые прославляют Всевышнего, царь Давид писал эту книгу в надежде возвысить духовно сыновей Израиля, он начал писать псалмы еще в Хевроне, и можно представить себе, как рассказывается в трактате проход, как он ночью поет эти псалмы во всем Хевроне, слышны его мелодии, божественные мелодии, слова, которые приходят ему свыше, он полагал, что эта книга повлияет на всех сыновей Израиля, и действительно так произошло, говорят, что псалмы они как пять книг Торы, но не в том смысле, что они рассказывают о законе, а в том смысле, что они наполняют содержанием и этот закон, и всю жизнь человека, вот, это как бы псалмы, то есть как бы ответ такой, что они немножко шире, мне так кажется, чем то, о чем вы говорите, да, вот, и опять же, в данной ситуации проявляется вера Ческиягу, и взяли на вооружение те псалмы, которые говорили в тот день, и они стали для нас псалмами, которые говорятся в праздниках. Спасибо. Такой вопрос, если можно. Меня слышно? Да, да, пожалуйста, да. Значит, вы как бы отклоняете то изменение, которое произошло с Исхияу, в том, что это его гордость, да, может, просто тут я как бы пытаюсь просто объяснить эту ситуацию, да, то есть, исходя из текста, что могло бы быть тут, вот, и, собственно говоря, почему ему отложили срок, и все такое, все такое, то есть, главная как бы проблема как бы его, то есть, мне кажется, что он как бы ревнует к Всевышнему, и здесь действительно есть аналогия, но это потом вы говорите, потом будем говорить, вот, что он хотел как бы все почести, чтобы ему отдавали, чтобы знали, что даже когда это связано с Всевышним, что это он связан с Всевышним, и, значит, и он, короче говоря, себя как бы ставит вот в такое положение, когда от него многое зависит, да, или даже почти все зависит, и когда Всевышний делает что-то такое, вот, он оказывается не готовым воздать, так сказать, благодарность и привлечь народ к тому, чтобы воздать ту благодарность за чудо, ну, дальше это, конечно, аналогия, которая говорит о Существительной войне, но я думаю, здесь очень близкая, да, то есть, когда хотели не принять чудо, которое произошло, и продолжить его, и как бы усвоить его, а пытались вот по-своему воспринять эту реальность и, соответственно, повести себя совершенно неадекватным значит, способом, да, то есть, это, значит, полагаться на себя, а не на Всевышнего, вот в этом, мне кажется, главная проблема, и то, что его сразу Всевышний как бы не наказал отложил им этот срок, он дал испытания, как бы, да, сделал это чудо, и, казалось, что Фискияо не способен как бы воздать, то есть, вот такое вот отношение, когда никто ничего не делает и не знает, что делать, и все, и то, что, как бы, с другой стороны считают, что он как-то связан с какими-то силами такими, вот, вот этот вот, это честолюбие, мне кажется, это главный его скрытый грех, который не бросается сначала в глаза, и он очень много делает, конечно, благодаря, так сказать, своим вот этим качествам, но, в конце концов, он, так сказать, оказывается разочарованным или пораженным в этом своем грехе, вот, что вы скажете на это? я, в принципе, с вами, в принципе, с вами согласен, единственное, что представляет ситуацию очень сложной, и, если говорить о человеке, о его психологии, то она требует, на мой взгляд, дальнейшего анализа, хотя, в принципе, вы правы, почему мне кажется, что она сложная, потому что речь идет о человеке величайшей праведности, который до сих пор как бы проявлял свою самоотверженность в таком деле и объединения страны, и духовного возвышения народа, да, и вот здесь он в какой-то момент в какой-то момент ломается, поступает неправильно, я думаю, что вы, в принципе, описали ситуацию очень правильно, вот, но я бы как со своей стороны беру на себя обязанности и как бы дальше попытаться понять его психологию, хотя, в принципе, я с вами согласен. На самом деле, это очень, конечно, это очень глубокий такой, как бы, ну, я не знаю, или инстинкт, или что, потому что сам первородный грех заключался именно в том, что, чем за место блазняет, что вы будете как боги, вот это человек, да, он стремится к славе и все, он как бы становится в каком-то смысле вот таким ревнителем, да, к Всевышнему, когда он, тем более, добивается больших успехов. И это очень глубокий, конечно, инстинкт. его, я считаю, что, в общем-то, вся религия, в общем-то, направлена на то, чтобы, как бы, изжить этот, этот грех, так же, как и грех животного какого-то начала, так и грех вот этого гордости, вот этой скрытой. то есть, это все понятно, да, ну, хорошо. Спасибо, спасибо, да, я опять же говорю, что я, в принципе, с вами согласен, вот, просто мне кажется, да, нужно представить себе, что, как мы сейчас с вами можем рассуждать, и все, потому что мы познакомились с источниками, и как-то более-менее разложили их, хотя бы чуть-чуть, да, как правило, это не, как правило, это не делается, это ускользает, вот, и я очень рад, что вот так вот мы, как бы, у нас появилась база, на основе которой мы можем рассуждать, и постараемся дальше углубить этот момент, а вообще, в принципе, я согласен. Спасибо большое. Равзиев, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, мы дальше будем обсуждать Хискияву, да? Вы будете обсуждать? Еще я бы хотел посвятить ему еще один урок, затем, хорошо. Все, тогда не буду беспокоить. Спасибо, Равзиев, все очень интересно. Хорошо, давайте мы, к сожалению, закроем наш форум. Я напоминаю, что я все свои уроки посвящаю памяти Любы Батте, Михаэль, своей жене, которая ушла из жизни полтора года назад, всеми своими знаниями. Я обязан ей со всех точек зрения. И жду уже встречи с вами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok